СТРОИТЕЛЬСТВО НОВЫХ ШКОЛ Начиная с первого класса, дети посещают дополнительные кружки и секции. Программирование, робототехника, моделирование, а также курсы финансовой грамотности. Решается вопрос и с местами в детском саду. Прошлый год изглавлялся новой программой губернатора Московской области «Открытие полисадников». Эта программа позволяет в короткие сроки за счет минимальных финансовых вложений открытие стадо для присмотра ухода для детей дошкольного возраста. В городском округе Химки в 2021 году было создано три полисадика на три станиц и суммарно из бюджета области и муниципалитета было потрачено порядка 20 миллионов. Химкинские школы пополнили ряды ведущих образовательных учреждений России. Рейтинг основан на количестве учеников, поступивших в ВУЗы. Вошли в топ-100 лучших школ Российской Федерации, 12-й, 15-й лицей, медицинские и экономические вузы. В топ-50 лучших школ Центрального федерального округа вошел в лицей 11-й. В ответ на способность выпускников поступили в медицинские вузы. В топ-50 лучших школ Подмосковья, также в ответ на способности вошли 11-й лицей, это выступления ведущие вузы страны. Ежегодная система школьного и дошкольного образования получает порядка 6 миллиардов рублей из бюджетов всех уровней – федерального, регионального, муниципального. В планах на 2022 год открыть новые мини-сады на 280 мест, реализовать в школах проект цифровой образовательной среды, оборудовать классы новой техникой, внедрять на уроках новые методы обучения, например, с использованием VR-технологий для проведения лабораторных работ. Глава города Дмитрий Волошин отметил, что нужно привлекать новые кадры в городской округ, и для этого есть возможности. Сейчас в Химках для работников образования действует программа социальной ипотеки. Молодые специалисты получают губернаторские выплаты, а лучшие учителя – премии. Напоминаю, что это наше будущее, эти дети, которые выпускаются в наших школах. И, конечно, наша с вами задача сегодня тех людей, которые работают на местах, дать им максимум, насколько это возможно, знаний и возможностей. Поэтому приступайте, реализовывайте. В новом году продолжат модернизировать и школьную инфраструктуру. В частности, это реконструкция стадионов. Какие-то проекты уже реализуются, другие – на рассмотрении. По инициативе главы Дмитрия Владимировича Волошина, принято решение о реконструкции спортивных ядр в количестве 10 учебных заведений на школах и приведения в порядок. На этих ядрах, естественно, могут заниматься не только учащиеся школы, но также прилегающиеся от домов жители. У нас в школах есть группы продленного дня. Но единицы, где на территориях школ есть детские городки. Вот такую инициативу выдвинули и родители. Конечно, мы на комиссии будем этим заниматься, будем прорабатывать вопросы. Всего на территории Химок 30 муниципальных школ и 13 детских садов, где обучают и воспитывают почти 50 тысяч детей.